закончились олимпийские игры в токио давайте вместе с вами дадим им дружного пинчище ворвем так чтобы и японцы и весь олимпийский комитет трещали по швам начиная со своих продажных задниц мое отношение к олимпийским играм давно уже изменилась с положительного на отрицательное только лишь из-за того что это организация международная организация занялась публичной травлей политической травлей нашей с вами страны нашей с вами родины россии я понимаю что наши чиновники и олимпийского плана и высшего государственного слились как одно единое целое поэтому приходится нам вот так вот подавать свой голос в защиту своего народа и нашей с вами совести нашей с вами чести начнем с того что олимпийский комитет международный олимпийский комитет как он себя назвал является частной конторой которую финансируют исключительно частные источники то есть собралась десятка двадцатка жирных боссов которые принадлежат естественно к народам из числа тех кто враждебен нашему русскому народу всегда во все века и тысячелетия и вот из этой бадьяги собрались те 10-20 человечков и сложили свои наворованные у нас же капиталы в нашей же стране и на эти бабусики построили свою международную спортивную организацию а она уже и они через нее уже начали нас прогибать по всем параметрам и дискредитировать нашу родину по всем направлениям то им не нравится что кто-то у нас потребил какой-то общеразрешенный препарат во всех аптеках продается и главное что сами олимпийские врачи врачи олимпийского комитета они сами своим шестеркам спортсменам разрешают применять этот препарат я понимаю если разрешили и он применяет то вроде нарушения нет а если поймали не на разрешенном препарате то нарушение есть и это как-то ну это короче как-то надо стыковать потому что мы здесь не с гаишниками бодаемся в свое время я так гонял по трассе Тулу-Москва если едешь за гаишной машиной 90 а они едут в левой полосе обгонять нельзя справа обгон запрещен а слева я же не могу посигналить гаишникам что ребята посторонитесь я хочу проехать они же едут с разрешенной скоростью 90 я не могу ее превысить но как делал я я становился в правый ряд стучал в окошко господам полицейским тогда это была милиция и указывая на время просил их разрешить мне ехать побыстрее они мне говорили что езжай ну мало ли там кто куда торопится и я фигачил себе уже с другой скоростью и вся толпа которую мы вместе собирали до этого на многие километры туда в хвост она такого разрешения не спрашивала и попадала дальше на штрафы вот так же с нашими олимпийцами хитрозады спортсмены из европы и америки я уж точно не помню откуда но они частенько попадаются и на зимних и на летних олимпийских играх и других соревнованиях выпрашивали себе допинг разрешение на допинг и спокойно ставили выдающиеся а иногда и действительно выдающиеся результаты показывали их ну и все это было законно а наши наши не спросившись разрешения хотя их никто в этом не ограничивает пожалуйста напишите бумажку скажите что у вас у всей нашей олимпийской команды астма как делали это норвежцы например на своих лыжах они же все там асматики вот сделайте такой запрос и пусть вам разрешат от астмы определенные какие-то допинговые препараты вас ругать никто не будет у вас будет бумажка и вы будете честно получать выдающиеся результаты почему вы этого не делаете вы что не можете нахлобучить олимпийский комитет который состоит исключительно из спортсменов и уж прошу вашего как говорится прощения но они не самые интеллектуальные слои общества их всегда можно обойти с их вот этими ловушками и расстановками зачем вы добиваетесь того что они вас загоняют как волков за красные флажки вам что мазохизму не хватает это я немножко по организаторам и по спортсменам прошелся а так надо отдать должное что на днях я выпустил свой фильм на эту же тему достаточно жестко на мой взгляд прошелся по тем и другим и по организаторам и по нашим и по их ним и по всяким и меня поддержали своих выступлениях и президент россии владимир путин он объяснил что и он прав кстати что нарушение любого законодательства в том числе и допингово оно является нарушением индивидуального характера то есть есть спортсмен который допустил это нарушение вся команда и тем более государство к этому отношения никакого не имеет и не надо это смешивать и вот владимир владимирович у меня вопрос такой а когда на олимпиаде будет звучать наш гимн ну что касается гимна флага и так далее я считаю что решение арбитражного спортивного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску почему потому что когда мы говорим о допинге то всегда такого была до сих пор мировая практика имелось имелось ввиду отношения на конкретного атлета конкретного спортсмена или его тренера к этому и определялась степень его вины вина всегда индивидуально здесь почему-то решили хотя ведь во многих странах это стопингом сталкиваются но вело спорте посмотрите там и в гостиницах ловят с этим допингом там и на трассах и ничего только нет во всех странах здесь мне кажется что к сожалению спортивные чиновники не смогли противостоять вот этому политическому давлению вот мы говорим про отсутствие российского флага лучше бы он был но форме наших спортсменов как мы увидим значок российского олимпийского комитета с российским триколором ну и что мы музыка чайковского им нравится больше чем музыка александрова но не знаю пусть служит музыку чайковского но конечно повторяю еще раз на мой взгляд это решение явно с политической окраской тем не менее при такой позиции президент мог бы и проявить большую настойчивость на межгосударственном уровне и я надеюсь что в будущем он это сделает найти всех тех лиц которые занимаются у нас в стране олимпийским движением и подобно иностранным агентом они таковыми и являются выгнать их всех туда пусть они между собой устраивают в любых пумба-юмба и там гоняются по своим стадионам не хотят наших легкоатлетов видеть в своем числе да ради бога пусть вам как говорится дорога липким лесом будет выложена пусть вы на этих щепках и ссадинах получите себе такие правильные занозы что они будут вам своим зудом напоминать о случившемся всю свою вашу жизнь также поддержал меня в своем выступлении в бесогоне в очередном никита михалков он достаточно подробно разобрался по всем статьям с этим явлением я с ним тут же согласен я благодарю и владимир владимировича и никиту сергеевича тем более сергей михалков был моим учителем по детской литературе и я благодарен ему за те знания которые он мне успел передать так вот реакция есть реакция от наших от не наших я имею ввиду тех кто является все время оппозиционерами но имеет какие-то странные фамилии типа соболь хорек навал и тому подобное от них никакой реакции в защиту страны нет они как лили на своем дожде всю эту бредоносную и вредоносную воду так и продолжают ее лить кстати вы смотрите какое у них жесткое сплочение друг у друга зная национальности своих как говорится оппонентов они зовут все друг друга в эфир и прям слюни и пузыри пускают по поводу взаимной крутизны мол ты пришел к нам такой крутой а ты вот пришел а ты вообще еще круче и все это вот это вот облизывание взаимное знаете как у каких-нибудь кошек в период течки оно все время у них продолжается ни разу не позвали ни на какую свою радиостанцию ни на какой свой телевизионный канал меня вот в последние как говорится несколько лет когда тогда было разрешено когда они еще русских не добили в эфире тогда мне удавалось быть и на первом и на втором и на третьем и на урт и на рент-тв на рент-тв у меня где-то около 400 эфиров правда не не очень большой резонанс далее но это уже эффект телевидения а сейчас когда пошли зачистки русских представителей во всех сми сейчас русским негде вообще выступить и не мудрено что все эти которые теперь завоевали наше телевидение и все сми они естественно не выступают против олимпийских вот этих как говорится не наград а вот этих наказаний так называемых в кавычках почему да потому что это их суть это их банда который хочет забрать наши территории который сжигает сибирь который сжигает все остальные наши леса которые вылавливают рыбу которая разворовывает уже 30 лет нашу страну она идет сюда зачем ей нужны какие-то защитники она их убивает уничтожает я же помню в девяностые и в нулевые столько было русских писателей русских поэтов которые растворили свою душу и с открытым забралом шли защищать свою родину всех их уничтожили товарищи толерасты очень многих посадили очень многих поубивали это была целая ловля целый отлов в те времена и сейчас мы продолжение этой войны кстати за русских тогда не заступился никто из правоохранительных органов никто а наоборот только помогали обнаруживать вылавливать и добивать всем этим международным террористом а международные террористы у нас стали сегодня на самые высокие посты поэтому не мудрено что федеральные органы замешаны и в разворовывании бюджета и в сжигании лесов и в распродаже этих лесов рыбы и сами эти правоохранительные органы тоннами тоннами умудряется обворовать народ на деньги ну просто не непонятно куда смотрит наше золотое правительство и наш золотой президент кстати сам председатель правительства до сих пор проходит фигурантом по уголовному делу как раз по моему о растрате или от взятках я сейчас не помню но это можно найти в интернете то есть странный персонаж странный еще раз очень странный так вот я благодарен и владимир владимир путину и никите сергеевичу михалкову что они поддержали мой порыв против этой вакханалии на олимпийских играх я считаю что надо добить преступников которые так зачморили нашу страну еще раз повторяю что в российской федерации существует закон о государственном гимне о государственном флаге и о государственном название россии название дано в конституции и повторено во всех этих законах никто не имеет права изменять ни то ни другое третье никто и более того в уголовном кодексе существуют уголовные статьи которые предусматривают наказание уголовного плана за любую попытку извращения флага гимна названия может быть не все из вас помнят что людей сажали реально сажали на реальные сроки за то что они например сжигали или пытались сжечь российский флаг на какой-нибудь там площади или в какой-нибудь там забегаловки получали реальные сроки а тут получается вся олимпийская рать на которую нас нам в точнее наплевать так вот это вся рать она публично публично извратила флаг нашей сборной нашей олимпийской сборной а еще раз напомню что в олимпийском движении в олимпийских соревнованиях все спортсмены выступают под флагом и сопровождаются гимном своего государства ни одна чмошная контора типа олимпийского комитета не имеет права изменять нашу с вами государственную символику нельзя оставлять это безнаказанным не надо оправдываться что где-то кто-то выпил не ту таблетку или вколол себе не тот укол это пусть разбирается как правильно сказал владимир владимирович путин частным образом вот есть человек который выпил не ту таблетку разбирайтесь с ним наказывайте его государство это совершенно другая категория государство это аппарат представления спорта по территориальному национальному и другому признаку государство не может выпить таблетку и не может провести никакую кампанию по заставлению людей переходить на какие-то запрещенные препараты я вам больше скажу такие государства как южная например америка те государства из южной америки мексика например соединенные штаты наши евро азиатские государства которые находятся на пути исследования из афганистана наркотиков ведь они все эти государства свои бюджеты государственные складывают из торговли наркотиками это самое большое преступление в мире это самое большое почему олимпийский комитет не вытравливает этих государств из списка олимпийского движения вот где как говорил черномырдин собака порылась и собака зарылась курилась пилась и все с собой сделала чтобы сдохнуть нафиг вот где надо искать что вы наших гоняете за какую-то мелочь которую сами же разрешаете сам факт разрешения применения допингового лекарства кому бы то ни было из состава спортсменов напрочь опровергает то что это лекарство является допингом и главное что оно запрещено не бывает такого в законе чтобы одному человеку можно было убивать и это считалось необходимым для его здоровья а другому убийство строжайше было запрещено закон предусматривает либо то либо другое невозможно смешать несмешиваемое поэтому я сегодня еще раз вам говорю и даже в каком-то смысле прошу вас плюйте вслед этой олимпиаде этому позорищу и самим японцам которые не смогли организовать нормальных спортивных игр с их подтасовками с их неправильным судейством с их этой убогой культурой которую они не смогли продемонстрировать и которая вся замешана по отношению к нам на ненависти и различных притеснениях пусть цивилизуются и когда они будут цивилизованными а их период цивилизованность прошел это были восьмидесятые годы прошлого столетия и теперь они жестоко отстают они даже не смогли поддерживать фукусиму ядерную станцию которая давала им электричество у них даже нет нормальной энергетики в стране у них половина страны сидит на 50 герцах вторая половина на 60 они не могут друг другу помочь а когда на юге страны падают мощности то север в знак солидарности уменьшает свое потребление он не может им дать электричество ведь там другая частота он просто уменьшает свое потребление это умопомрачительная солидарность вот она и выливается в такие поведенческие расстройства какие мы увидели с вами на олимпиаде в токио